Всем большой привет, девчонки! Возвращение блудной дочери, то есть меня. Я решила к вам все-таки вернуться, потому что я безумно скучаю по ютюбу и особенно мне приятно получать сообщения от всех своих подписчиц, от девочек из инстаграма, кто пишет и спрашивает, когда же я вернусь. И я решила вернуться сегодня и рассказать вам о своих любимчиках в косметике. Еще я решила снять это видео, потому что у меня очень много девчонок в инстаграме спрашивают, например, какой мой любимый блеск, там, да гопали, тушь, вот самый популярный вопрос, какая моя любимая тушь для ресниц. Я, для тех, кто меня не знает и попал сюда случайно, я не эксперт, не визажист, не профессионал, я просто обычная девушка, которая пользуется какими-либо продуктами и, в общем, советует своей подружкам что-то. И давайте же приступим без долгих разговоров. Вот такой огромный пакет. Первое, что мне попалось в руки, такой вот бальзам для губ от Yves Rocher. Девочки, я не знаю, я им первый раз попользовалась в Беларуси где-то лет 5 назад и оказалось, что это лучший бальзам для губ, который я вообще пользовалась, которым я пользовалась, поэтому, когда он у меня закончился, я заказала и мне прислали точно такой же из Беларуси. У них новая упаковка, но, по сути, бальзам остался тот же самый. В общем, он очень классно увлажняет, такой чуть-чуть с блеском финиш и оттенок чуть-чуть дает, поэтому, когда у меня нет возможности накрасить губы помадой с ровным контуром, я просто мажу вот этим бальзамом. Второй у меня есть тоже с оттенком, он еще новый, я его не открывала, но чуть-чуть только темнее оттенок, а суть такая же. Следующий продукт для губ это всем известный вот такой вот бальзам от Доктор Пау Пау, у меня он с оттенком такой какой-то морковно-красный, я его использую для губ и для щек, то есть, когда наношу на губы, то, что остается на пальцах, чуть-чуть вот сюда на щечки и получается такой румянец. Мне он настолько понравился, что я купила еще в нескольких оттенках, но в других упаковочках, вот таких вот маленьких, это такие упаковочки, они как бальзамы для губ, вот этот точно такой же, как и большая упаковка, этот с коричневым оттенком, а этот прозрачный, его еще можно использовать на всякие сухие части вашего тела, на кутикулу, на локти, на, в общем, кто в чем нуждается. В общем, такие три малютки, классные, очень приятно положить косметичку и с собой ходить, тоже довольна. Они были вот в такой праздничной упаковочке, такие маленькие. В общем, если вы еще не пробовали, то я вам советую попробовать. Следующие продукты для губ это блески, вот это вот блеск для губ белорусский от Релуи, серия называется Парадизо, и мне вот очень понравился этот блеск, оттенок тоже очень такой нюдовый, я, наверное, даже вот так. Сейчас сделаю. Ой, девчонки, я прям тащусь. Очень мне нравится этот блеск, у меня он в оттенке 0,4, если кто-то еще не пробовал, белорусский Релуи, просто пушка, советую, советую. Это тоже белорусский блеск, вернее, матовая помада от Pin Up, я думаю, что нет такой девочки, кто не знает эту помаду, поэтому представление не нуждается, обожаю, люблю. У меня в разных оттенках это в 19. Так, следующее, что я вам хочу показать, это вот такой вот карандашик для бровей. Бренд, марка называется Elf, это такой, наверное, самый бюджетный бренд, который здесь есть в Америке. Он у нас на двух концах, значит, одна щеточка, один конец, второй сам карандаш. Этот самый светлый оттенок для блондинок, он просто суперски мне подходит. Это тот карандаш, которым я пользуюсь на протяжении последних, наверное, полугода, и я считаю, что это лучший карандаш, который у меня был для бровей. Я еще купила вот такой от Benefit, сейчас вам покажу, тоже очень классный, но расскажу, почему он уступает. Вот этот вот стоит полтора или два доллара. Вот этот вот от Benefit, он очень крутой, он сделан как такая ручка, смотрите, нажимаешь с одной стороны вылазит что-то, нажимаешь с другой стороны вылазит еще что-то. В общем, тут несколько оттенков, вот, очень круто, здорово они придумали, но вот от Nix, не от Nix, от Elf, он стоит 2 доллара, а этот стоит 9, а нет, 13 долларов. Ну, в общем, дороже. Не знаю, я купила, мне он тоже очень нравится, но если выбирать и отталкиваться от цены, то, конечно же, я выбираю Elf. А так прикольно поиграться, пощелкать этими штуками, здесь вот есть, видите, значит, такие оттенки, которые под бровью можно использовать, то есть вот этот самый светлый, допустим, вот так вот открываете и под бровью корректируете то, что вы нарисовали, например, какую-то неровность, вот здесь корректируете и потом вот так вот пальчиком размазываете. Очень мне нравится этот карандаш. Ну, опять же, вот мой фаворит, вот этот вот, потому что он супер бюджетный и работает просто на все сто. Я хочу вам показать свои туши, тушь я просто обожаю, я без туши не выхожу никуда, если без тональника так-сяк я куда-то могу прогуляться, то без туши я не выйду вообще никуда, потому что мои ресницы, они хоть достаточно длинные, но они светлые, и вот с этими ресницами я, с ненакрашенными, я как моль, простите. Поэтому начнем с конца. Прекрасная тушь, вот такая от Reluid, называется серия Paradiso, такая же, как и блеск для губ. Очень приятная упаковка, классная она, щеточка достаточно хорошая. Здесь написано, что это объемная тушь, я ей пользуюсь, это уже вторая моя, кстати, баночка, мне очень нравится, если вы вдруг не пробовали, то обязательно попробуйте, потому что стоит она недорого, а работает достаточно круто. Четвертое место у меня занимает вот такая вот тушь XXL от Reluid. Этой тушью я пользуюсь уже, наверное, на протяжении лет 7, и в каждом своем видео, в прошлом, когда я снимала очень часто, я ее советовала и просто била в колокол о том, что это самая крутая тушь вообще на свете. Я не изменила свое мнение, она действительно очень классная, она мне подходит, она хорошо разделяет, хорошо удлиняет, и с каждым новым слоем просто ресницы становятся огромные. Но они чуть-чуть такие деревянные, когда тушь высыхает, они чуть-чуть такие, когда их трогаешь, они не настоящие. Я не знаю, насколько это важно, насколько вы часто трогаете свои ресницы после того, как вы их накрасите, но тем не менее, факт остается фактом, что такое чуть-чуть деревянные ресницы. Поэтому на втором месте у меня вот эта тушь, это просто пушка-бомба, находка вот этого года, тушь от Essence, называется она Lash Princess, и внизу написано False Lash Effect. Реально False Lash Effect, эта тушь придает эффект накладных ресниц, она супер удлиняет, супер делает объем, поэтому если вы не пробовали вот такую вот штуку, прям вот скриншотте, делайте скрин прямо сейчас, и я вам советую попробовать, потому что это прям моя находочка недавняя, и я ей очень довольна, и буду пользоваться еще очень-очень долго. Вот недавно купила вторую себе такую же. Ну и топ, я не буду оригинальным, я думаю, что тут уже знают абсолютно все, это тушь от, господи, как называется, забыла, Vivienne Sabo, это Кабаре. Любимчик не только обычных девчонок, но и всяких селебрити, Лена Перминова рассказывала про нее, и много у кого я видела, в общем, я тоже не исключение, обожаю эту тушь, она просто супер крутая, долго рассказывать про нее не буду, потому что, если вы пробовали, вы знаете, а если не пробовали, просто попробовать. Мне ее привезли из Беларуси, у нас здесь такая не продается. У меня есть очень много разных туш, я с собой, к сожалению, все не взяла, у меня есть супер хваленая, вот это вот Lash, че-че? Adol Lashes Lancome Hypnose, отстой, просто отстой по сравнению, вот, например, вот с этой же. Вот она стоит 19 или 20 долларов, вот эта стоит 3 доллара. Девчонки, разница колоссальная, не вижу смысла отдавать за тушь 20-30 долларов, абсолютно не вижу никакого смысла, тем более, что она и не работает так, как хотелось бы. Следующее, что я вам хочу показать, наверное, нужно было с этого начать, это прям супер находка прошлого моего года, по-моему, у меня есть подробное видео, я вам оставлю ссылочку, вверху прикреплю, это тональник от Collagen, вернее, бренд называется Enough, а линейка называется Collagen, это тональник, в котором 100 миллилитров, стоит он что-то около 13 долларов, я им пользуюсь уже на протяжении 8 месяцев, и он у меня даже не думает заканчиваться, у меня где-то закончилось вот столько. Оттенок подошел просто идеально, я считаю, что корейская косметика это лучшая косметика в мире, поэтому если вы не пробовали этот тональник, обязательно его попробуйте, и ссылочка вот здесь будет внизу, ой, вверху, ссылочка будет вверху, поэтому посмотрите, там я подробно о нем рассказываю. Следующая супер вещь, тоже бюджетная, это вот такой вот консилер от Essence, называется камуфляж, действительно камуфляж, потому что замазывает даже самые сложные вещи, которые могут твориться под вашими глазами, мешки, синяки, прочие какие-то проблемы, может быть какие-то мелкие прыщики, которые могут возникнуть. Супер вещь, стоит бюджетно, работает просто супер эссенс, камуфляж, консилер. Следующая, это вот такая вот палеточка от Belor Design, я хвалила ее неоднократно в своих видео, когда раньше снимала про косметику, про белорусскую, не только. У меня это оттенок первый, но у меня есть также во втором, пользуюсь я достаточно давно, и это первый продукт, который я стерла полностью до дыр. Все, все три вещи здесь просто пушечные, и скульптор, и хайлайтер, и румяна здесь все просто офигенные, долго рассказывать не буду, если вы не пробовали, обязательно попробуйте, уже попробовали, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Стоит недорого, работает просто пушка. И вот самый крутой, мне кажется, здесь это скульптор, я хочу отметить, что он дает хорошую такую светотень, без рыжины, прям вот четкий, четкий продукт, супер классная вещь, советую. Из моих любимчиков хайлайтеров я перепробовала огромное множество, я думаю, что я сниму отдельное видео на это, потому что у меня появилось вдохновение, но вот в этом видео не могу вам не отметить вот этот вот продукт, это называется Wet n Wild, хайлайтер, который я вытерла тоже уже почти до дырочки, он очень крутой. Смотрите, какой он, он с такой розовинкой, он такой клевый. Я им пользуюсь очень давно, подсадила на него некоторых подружек своих, и стоит он около 4 долларов в Америке, я не знаю, если продается у вас где-то, может быть на Wildberries или где-то еще. В общем, если вы его увидите, он очень крутой. Его мне, не мне, а его просто советовала очень клевая визажисты Беларуси Оля Томина. Я когда увидела в ее видео вот эту рекомендацию, я сразу же побежала, купила у нас и пользуюсь просто очень довольна. Вот даже, покажу. Ах, какой кайф. Вообще блестю. У меня еще такая кожа немножко. У нас уже вечер, полседьмого, весь макияж мой с утра держится, поэтому приношу свои извинения, если я вдруг блестю. В общем, еще раз, еще раз. Это просто супер хайлайтер. Девчонки, если увидите или есть возможность кого-то попросить привезти, то просите, но уже пользуюсь, и хотелось бы их именно отметить. Первая кисточка, это вот такая вот пушистенькая от Real Techniques. Она пушистая, можно использовать для пудры, можно для чего угодно. Я нашла ее именно для хайлайтера. То есть я наношу хайлайтер, и мне очень нравится, как она работает, как она распределяет. В общем, очень крутая кисточка. Я ей довольна, пользуюсь очень давно, и очень удобно лежит в руке. Тяжеленькая такая. В общем, Real Techniques классные, классные кисточки делает. Следующая, это белорусский производитель, моя любовь. Вы знаете все, что я просто вот за что топлю, так это за белорусскую косметику. Это у нас Relu Pro. Вот такая вот кисточка. Я ее использую для нанесения основного цвета, растушевки. Вернее, не основного, а темного цвета и растушевки. Его очень классно она тушует, очень классно наносит тени. Я просто ее обожаю. Такая у меня грязненькая, нужно ее почистить. В общем, хорошая кисть. И вот эта вот кисточка, я помню, снимала видео и говорила вам, что я купила вот эту кисть, но я считаю, что она плохенькая и скоро сломается. В общем, я пользуюсь уже больше двух лет, она не думает ломаться, хоть бы только не сглазить. В общем, она для тональника, у меня без нее я тональник не наношу. То есть у меня вот эти вот два продукта, они лежат все время вместе, а мне тоже такая грязненькая, надо почистить. Но кисточка очень крутая, поэтому я не помню, что это за бренд, но тоже что-то белорусское. То ли белорудизайн, то ли что. В общем, стоят копейки, работает просто пушка. Для прикола я ее сравнивала с другой кистью, которая какого-то американского бренда, и она у меня сломалась после третьего использования. А эта работает и, в общем, служит неверой и правдой. Буду заканчивать свое видео в следующем. Я уже еще думала рассказать про уход и про все, что с этим связано, но буду, наверное, делаться в следующем видео, потому что это видео уже такое длинное получается. Последнее, о чем я хочу рассказать, это must-have. Для меня, и я думаю, что для всех девочек, даже тех, кто живет не в солнечных странах, например, в Белоруссии, Украине, России. Откуда у меня еще девчонки есть тут? Это вот такой вот крем от Image. Здесь у нас SPF 50. Девочки, я наношу эту SPF-ку даже когда у нас дождь и хмурое небо, и это нужно делать. Я советовала со всеми косметологами. В общем, все непрерывно советуют наносить SPF-ку. Даже если у вас нет солнца каждый день, потому что... Даже через тучу оно все-таки воздействует. Для меня это вообще просто супер must-have, потому что у нас солнечно постоянно, и этот крем у меня всегда с собой. Даже у меня есть пробники небольшие, которые я ношу в сумке, и я их наношу периодически в течение дня, потому что солнце светит. А я хочу еще очень долго быть с лицом без пигментных пятен, поэтому я вам тоже настоятельно советую задуматься и найти себе крем с SPF-кой 50. Например, вот этот бренд, это уже мой третий тюбик, я купила такой же маме. Пользуемся и очень радуемся, потому что очень классно. Запах супер, состав офигенный. В общем, самый-самый крутой крем. Вот еще столько всего у меня тут осталось в сумке вам показать. Может быть, в ближайшее время я это сделаю. Я не знаю, кто у меня еще остался здесь на YouTube из моих старых подписчиков, из моих самых любимых подписчиков, которые обязательно мне всегда писали комменты, ставили лайки. Если вы остались, сделайте, пожалуйста, это, потому что хочется все-таки какую-то обратную связь услышать. Вот, если нет, я просто снимаю это видео не только для себя, а для своих подружек, друзей, друзей, неважно. В общем, хороших знакомых и девочек из Инстаграма, кто у меня спрашивает о каких-то любимчиках. Поэтому вот то, чем я пользуюсь практически каждый день, то, что я очень люблю, и могу посоветовать от чистого сердца. Вроде бы ничего не забыла, если что-то забыла, я сниму еще отдельное видео. Девочки, всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, я вас не утомила. Всем всего хорошего и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok